Долгая дорога. К капитальному ремонту участка Лежнева и Высокова приступили еще в 2014 году. Под новым асфальтом должно оказаться более 6 километров. На деле пока меньше половины. В среду ход работ проинспектировал исполняющий обязанности губернатора Сергей Зобнин. Журналистам он пояснил, работы здесь много, дорожные условия сложные. Дорога соединяет ряд населенных пунктов в Лежневском районе. И на выезде из Лежнева, если вы заметили, там очень много линий электропередач, подходит инфраструктура. Там у нас размещены участки, расположены, выделены для многодетных семей. Поэтому это тоже дорожная инфраструктура, которая просто продолжается и она необходима. И делать ее в щебне или в каком-то другом покрытии, я думаю, несерьезно. Дорогу пришлось поднимать, исправлять виражи в угоду безопасности движения, поясняет подрядчик. Грунт здесь пучинистый. На полкилометра была применена геосетка, которая отсекает воду. Кроме того, подрядчик проложил 8 водопропускных труб. Стоимость каждой от 3 до 5 миллионов рублей. А потому простая сельская дорога, которых в регионе сотни, и вылилась в кругленькую сумму. Сто тридцать два с половиной миллиона рублей. Затраты, уверяет руководитель ДСУ-1, и так минимизированы. Здесь недорогой асфальт применен, а тип В марки 2 на Хромцовском щебне, даже не на гранитном. Это один из дешевых типов асфальта, но достаточно качественный. В 2014 году был положен асфальт на первых участках и до сих пор нет ни одной ямы. То есть дорога проезжая в нормативном состоянии. Слухи о том, что дорога Лежнево-Высокого важна исключительно потому, что ведет к небезызвестным охотугодиям, никто, конечно, не подтвердил. В целом, участок запланировано завершить в 2018 году. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лежневский район. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!